Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги «Исход», перевод российского библейского общества, я его читаю для библейского портала «Экзегет». Ну вот, израильтяне идут через пустыню, выйдя из Египта, и вроде всё у них неплохо, но оно и непросто у них. Да, вот это неувеселительная прогулка. По пустыне вообще передвигаться не очень легко. Без дорожья, главное, бескормиться, и ещё хуже того, воды не хватает для питья. И вот израильтяне, как такие разборчивые туристы, экскурсанты, спрашивают мы себе, так, а где напитки прохладительные, когда нам их подадут? Смотрите, они сумели стать свободными, но ещё не знают, как свободные люди себя ведут. А свободные люди, они не ждут, что им всё вложат в рот. Вот сейчас они от этого ждут от Моисея. Ну и от Бога, но с Богом они напрямую не общаются. Моисей у них представитель по всем вопросам. «Покинув пустыню Син, община сынов Израилевых шла небольшими переходами, следуя указаниям Господа. Они остановились в Рефидиме, там не было воды, нечего было пить». Ну, Рефидим какая-то вот, точка, мы точно не знаем, где это. Ну, вообще-то для пустыни это естественное положение вещей, что воды не хватает, значит, нужно её каждый раз искать, добывать. Это главная проблема жизни в пустыне и путешествия через неё. Люди стали обвинять Моисея. «Да и нам воды требовали они, мы хотим пить». «Зачем вы обвиняете меня?» – сказал Моисей. «Зачем вы Господа испытываете?» Но люди страдали от жажды и упрекали Моисей. «Зачем ты увёл нас из Египта, чтобы уморить нас с жаждой вместе с детьми и с котом?» Смотрите, они всюду его шантажируют этим. Лучше бы умерли в Египте, чем тут, да? Вот Моисей их спас, ну, Господь спас при посредничестве Моисея от смерти от египтического войска, от рабства в Египте, от всего остального, что только было в Египте плохого. Они вот предъявляют ему эту претензию. «Да лучше, чтобы мы сдохли там, чем вот так ты над нами издеваешься». Это позиция взрослого ответственного человека, а где хотя бы спасибо? Нет, вообще-то оно было. А торжественный гибн после перехода через море в 15 главе. Но там это скорее ликование. Ой, как здорово, ой, как хорошо. То есть свободный человек, он ещё умеет терпеть, он ещё умеет быть благодарным, он умеет говорить не из позиции капризного ребёнка. А ну, дай мне быстро, или я тут помру прямо сейчас, да? Пока они не очень свободные люди, хотя уже и не рабы. Моисей возвал Господу, что мне делать с этим народом? Они вот-вот побьют меня камнями. И Господь велел Моисею, выйди вперёд, встань пред народом, возьми с собой нескольких старейшин Израиля. Возьми посох, которым ты ударил по водам Нила, и иди. Там, на Хариве, я стану пред тобой на скале, ты ударишь по скале, и из него потечёт вода. Пусть народ пьёт. Так и сделал Моисей на глазах у старейшин Израиля. А место это было названо Масса и Мерева, потому что там сына Израиля его упрекали и испытывали Господа, говоря, так с нами Господь или нет? А Масса и Мерева, соответственно, это испытание и тяжба, два слова с похожими значениями. И вот Моисей пока что тоже не очень понимает, как с этим народом быть, и по любому вопросу сразу обращается к Богу. Да и где он возьмёт, в конце концов, воду для этих людей, если не какое-то чудо? Дальше начинается следующая тема, которая будет при переходе через пустыню постоянно всплывать. Это война. Там довольно пусто, как предполагает слово русское, пустыня. Но это не значит, что там совсем никого нет. Эти местные маленькие бродячие племена, они не очень, видимо, довольны тем, что их воду отнимают, тем, что вообще идёт какой-то большой народ по этой территории. Кто они такие? Ничего хорошего от них не ждут, местные. Амаликитяне, один из народов, как раз кочевники, пришли в Рефидим и напали на сынов Израилевых. Моисей сказал Иисусу, отбери людей, с которыми ты пойдёшь на Амаликитян, а завтра с посохом в Божьей руке я стану на вершине холма. Вот опять-таки сражение. С одной стороны, воюют израильтяне, с другой стороны, победа не просто от военной доблести израильтян. Иисус выполнил приказ Моисея. Иисус новин, он потом будет завоевателем Ханаана. Это его ближайший помощник по военной части, скажем так. Это главный генерал. Иисус выполнил приказ Моисея и вступил в сражение с Амаликитянами, а Моисей вместе с Аароном и Ором встал на вершине холма. Когда Моисей поднимал руку, одолевал Израиля, когда опускал Амаляк. Но руки Моисея оттяжелели. Тогда принесли камень, и Моисей сел на него, а Ор и Аарон стали с двух сторон поддерживать его руки. Пока не зашло солнце, руки Моисея были воздеты. Иисус одолел Амаляк и перебил его людей мечом. Какая-то странная воинская тактика. Я думал, тут будет... Они вот с фланга зашли, они вот там напали, они там вот оборону крепко держали, да? Как мы обычно описываем сражение. А потому что не от людей это зависит. Как вот израильтяне как народ, они пока очень мелкие и капризные, да? Вот по своему поведению. А Господь с ними нянчится. И в частности, вот когда они воюют, да, воюют израильтяне. То есть израильтяне должны научиться, что они отвечают за свою жизнь. Что они сами должны справляться с своими проблемами, но справляться при помощи Бога, да? И пока что эта помощь, она, ну, просто вот, ну, как малыша держит за руку, он делает первые шаги, да? Если его отпустить, он упадет. Вот буквально так. И Господь учит их, прежде всего, этому доверию, держаться за руки. Это какие-то очень простые вещи. Вот стоит Моисей на горе с поднятыми руками. Мы побеждаем. Руки опустились, мы проигрываем. Ну, похоже на магию, да? Но это лишь по форме магической, потому что дело не в том, что Моисей сам там изобрел какое-то заклинание, которое позволяет побеждать врагов. А Моисей в данном случае носитель вот этой самой божественной силы, которая сражается за них. «Господь сказал Моисею, запиши в книге, чтобы не было забытой, возвести Иисусу. Я сатру вам аляка с лица земли, и имени его не останется». Первый народ, который напал на израильтян, да, они ничем не мешали. Вот когда, соответственно, кто-то нападает абсолютно не спровоцированно, он получает самый жестокий приговор. И, кстати, это не будет сделано и приведет к печальным последствиям. Но это уже не здесь. «Моисей воздвиг жертвенник, назвал его Яхвенеси и сказал, это значит Господне знамя в руке». Яхвенеси, то есть Господь моё знамя. «Война Господа с амоляком из рода в род». Вот первый опыт их боевых действий с египтянами. Ну, там было невозможно, египетское войско огромное, хорошо вооруженное. Здесь всё-таки такого же рода кочевники, то есть это не какая-то огромная армия. В принципе, можно победить, но можно и не победить. Победили, потому что Господь, был их знаменем. И смотрите, вот «Моисей» воздвигает жертвенник, ещё нет единого культового центра, приносит жертву там, где в данный момент находятся, потом это изменится, появится скинья, жертвенник и всё остальное. Ну, а пока что надо что-то делать. Вот с этим народом «Моисей» явно не справляется со своей ролью единственного и неповторимого посредника между Богом и этим народом. Народ капризен, «Моисей» — человек пожилой, его всюду не хватит, и как он будет без конца ими всеми командовать. Очень практическая задача. В 18 главе у нас «Моисей» возвращается к своему тестью, который его приютил когда-то в Мадиаме. Это вот в тех местах как раз.